Озеро во дворе в Шацке Волынской области. Весенний паводок. Весь март здесь шли дожди. Вода затопила десятки частных домовладений, огороды и погреба. Подробности расскажут наши корреспонденты. Жители Шацка подсчитывают убытки после сильного дождя, который шел в поселке все выходные. Вода залила все угодья, проникла в подвал и лишив людей всей консервации из заготовленных впрок продуктов. Залиты и без того проблемные дороги. Мария Юськив живет в Шацке почти 40 лет, но такого паводка говорить не помнит. Я встала, боялась выклюзиваться. Тут ничего таки стало. Все раздалось. Дождевая вода, смешанная с землей, попала в колодцы. Пока она непригодна для употребления. Для питьямуса купляли, сегодня купили. Вчера купуем воду, чтобы пить. Но кипятимон особо тут берется, естественно, с колодязи. С колодязи вода жов там, вот на таким болотом чуть-чуть. На подтопленных улицах работают спасатели. Мотопомпами откачивают воду. Местные жители не раз просили власти обратить внимание на проблему, ведь поселок подтапливает уже пятый год подряд. А в этот раз паводок рекордный. В поселковом совете уверяют, ликвидировать последствия половодья помогут. Но в случившемся виноваты сами жители. Маліоративные каналы, которые и шли по территории приватных садебных делянок, на сегодняшний день, так скажем, закладывания или закопания. Мы хотим сделать проектно-кошторисную документацию на все маліоративные канали по селищу Шацьк, для того, чтобы убезпечить эти подтопления садебных делянок и других территорий, которые есть в Шацьку. Пока чиновники размышляют, как решить проблему с водоотводом, жители Шацька с ужасом ожидают каждого паводка и даже ливня. Екатерина Срывкова, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Волынская область. Субтитры создавал DimaTorzok